А тем временем в замечательной стране России курс евро превысил отметку 75 рублей впервые с мая месяца. Доллар США также показал значительный рост, превысив 64 рубля. По данным СМИ, американский законопроект о расширении санкций в отношении России, среди прочего, содержит запрет на операции и замораживание активов США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБА. Это может стать сильным ударом по международному бизнесу российских банков. Обратите внимание, евро и доллар растут сейчас в момент роста нефтяных цен. Это самый важный момент. Цены на нефть растут, но рубль продолжает падать. За всеми этими разговорами о пенсионной реформе люди забыли о самом главном, или вернее вообще не говорят или не обращают внимания на то, что уже сейчас происходит. Путин подписал закон, по которому с 1 января идет повышение НДС в России с 18 до 20%. И рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги от 2 до 5%. В Министерстве экономического развития считают, что вот это самое повышение НДС до 20% приведет к тому, что ресурсно-снабжающие компании будут нести очень большие убытки, вплоть до 100 миллиардов рублей. Чтобы покрыть вот эти 100 миллиардов, повышаются цены на ЖКХ. То есть вы своими собственными кошельками будете покрывать расходы этих компаний. В 2019 году по прогнозам ЦБ инфляция превысит 4%. Что значит повышение НДС? Это значит, что подавляющее большинство, 80% производителей, будут вынуждены или планируют повысить цены на всю свою продукцию. Хлеб подорожает на 2%, квартиры и машины на 5%. Таковы оценки экспертов, производителей и продавцов. А дальше смотрите, какая интересная закручивается спираль. Скорее всего, отмены пенсионного возраста не удастся добиться. Это значит, что покупательная способность граждан резко упадет. Ведь люди потеряют колоссальное количество денег, которые они бы уже сейчас могли получать. Ими цеведу те, кто скоро выходит на пенсию, а не вынуждены отложить это на 5 и больше лет. Покупательная способность граждан падает, цены растут. Что в результате бизнес просто не сможет покрывать все свои потери. Будет еще больше закрыта фирм, еще больше людей уедет за границу. Остается неработоспособное население. Они экономят колоссально. Закупаются меньше, деньги тратят меньше и меньше, ездят отдыхать. Одним словом, кризис системы приближается стремительно. Выхода из него не видно. Субтитры создавал DimaTorzok